Здравствуйте! В эфире новости Удмуртии. В студии Марина Баль. Смотрите выпуски. Свои минские договоренности. В Удмуртию приехала делегация из Белоруссии. Каким будет сотрудничество? В Красногорском районе карантин по бешенству. Фермеры считают миллионные убытки из-за собственной халатности. А героев наградили. В канун Дня России ордена и медали получили лучшие люди республики. И эра милосердия продолжается. Жители Удмуртии помогают детям бороться с болезнями и дарят надежду на завтра. Белорусский Брест и российский Ижевск в резиденции главы Удмуртии сегодня подписали соглашение о сотрудничестве. По сути, это стало подтверждением минских договоренностей о взаимодействии в сфере экономики. Ксения Мороз продолжит. Это ответный визит белорусов в Удмуртию. Три месяца назад республиканская делегация во главе с Александром Соловьевым посетила братское государство, чтобы наладить деловые контакты. Тогда несколько удмуртских предприятий уже заключили контракты с белорусскими компаниями. Теперь белорусы приехали искать партнеров в Удмуртии. Структура промышленного производства Брещины очень похожа вообще на структуру производства промышленного Удмуртии. Почему у нас и сельское хозяйство? Мы выносим немножко чуть-чуть за скобки. Это понятно, она абсолютно почти похожа. А вот наши промышленные предприятия Брещины, они спокойно могут выходить на кооперацию с вашими предприятиями. И мы брали матрицу, все-таки вашей структурой промышленности, формируя нашу делегацию. Поэтому я уверен, что и в промышленном компаниенте мы будем тоже очень серьезно взаимодействовать. Особенно я акцентировал свое внимание на лекарственных препаратах. Мы маленько буксуем, но это будет работать обязательно. Почему? Потому что в Беларуси это все развито, а у нас нет ничего практически. Мы сейчас формируем производственную базу нашей фармации, и для того, чтобы в дальнейшем понять, где и какое будем оборудование расставлять. Этот процесс не сразу. Почему? Потому что там было много потеряно, и мы сейчас восстанавливаем эти производственные площади. Глава Удмуртии подробно рассказывает республике, ее людях и промышленном потенциале. Политическое решение о сотрудничестве между Ижевском и Брестом сегодня закрепили в соглашении. Его подписали мэр Бреста и глава Ижевска. Для того, чтобы взаимодействовать предприятия, организации, им, конечно, нужно, чтобы были созданы условия, и чтобы они понимали, что они могут сотрудничать и взаимодействовать совершенно спокойно, не оглядываясь назад. А для этого есть политическое решение, есть политическая воля, что белорусские предприятия поддерживаются в Удмуртии, а удмуртские поддерживаются в Белоруссии. Это очень важно с точки зрения бизнеса. Сами белорусы называют визит в Удмуртию рабочим. В их программе посещение ИЖГТУ и птицефабрики Дома дружбы народов и Воткинска. Но прежде гости и хозяева возложили цветы к вечному огню в Ижевске. Ксения Мороз, Василий Хохряков, телеканал «Моя Удмуртия». Ижевский парк имени Кирова попал под пристальное внимание санитарных врачей. Поводом стали клещи. Уже 19 человек пострадали от укусов. И это после того, как территория парка была обработана. Роспотребнадзор начал проверку. Там действительно обнаружены клещи были после обработки. Но там было не проведено еще элементарное. Просто обработка территории в частности не была убрана сухостоя. Находилось очень много мусора на территории. То есть возможность нахождения клещей, размножения клещей. И их прокормители, в частности мышей, тоже была. Поэтому это все вкупе привело к такому результату. В целом ситуация с клещами тревожная. С начала сезона от укусов уже пострадало более 8 тысяч жителей республики. Это на треть больше, чем в прошлом году. Но и бюджетных средств на инсектициды от клещей в этом году больше. Особое внимание детским загородным лагерям. Там не только обработали территории, но и провели независимую оценку качества этой работы. Но сегодня, по данным Минздрава, ни один ребенок в загородных лагерях республики от клещей не пострадал. Потери свыше миллиона рублей. В сельхозпредприятии Качкашурское Красногорского района пришлось утилизировать животных и корма. Причина – бешенство. Здесь с начала года зафиксировано 4 случая. Карантин объявлен в трех деревнях. В двух лис изобрели в личное хозяйство. И потери там незначительные. А вот в Дебинском случилась настоящая паника. Все подробности прямо сейчас. Начало грустной истории зафиксировали в конце марта. На ферме в лес деревни Тукташ увидели лису. Картина для этих мест привычная. Видимо, поэтому не обратили внимания. Была замечена лиса. Буквально недели две назад до того, как возник случай. Лиса в загоне. Возможно, она покусала кого-то. Возможно, не знаю. Вот лису. Видели лису. Работники хозяйства. Но вот не сообщили. Вовремя не сообщили. Диагноз ветеринаров – бешенство. Этого, конечно, никто не ожидал. Деревня Тукташ всполошилась. Большая часть населения трудоустроена на ферме. У населения, конечно же, чуть ли не до паники дошло. Все заволновались. Прививку сделали всем работникам фермы. Привили животных сельхозпредприятия и частного сектора. Тем самым удалось остановить распространение болезни. Обошлись малой кровью, считают ветеринары. Могли погибнуть практически все животные. Потому что телки, которые содержатся в этом телятнике, они находятся на беспривязном содержании. То есть контакт здесь постоянный. И возможность заразиться, конечно, была. Но итог для Качкашурского печально убыточный. Хозяйство потеряло шесть телок и корма. Все сожгли. Затраты, конечно, очень большие. Потери мы понесли свыше миллиона рублей. До сих пор еще карантин с нас не снят. Молоко возят в Сарапу на обработку. Это вы сами понимаете, что это довольно затратно. Транспортное плечо молоковоза очень большое. Молоко идет первым сортом. Правило есть правило. Надо этому подчиняться. Потери, связанные с молоком, еще не считали. На ферме с нетерпением ждут, когда снимут карантин. Время уже подошло. Установленные 60 дней позади документы в Главном управлении ветеринарии республики. Марина Барь, Елена Слесарева, Юрий Егоров, телеканал «Моя Удмуртия». В Удмуртии сократят больше трех тысяч коек в стационарах больницы. Об этом сообщил министр здравоохранения республики. Алексей Чушин отметил, что цифра эта не окончательная, поскольку меняются федеральные стандарты, которые Удмуртия выполнять обязана. Когда я пришел, то у нас было 2095 сверхнормативных коек. Прошел год, мы проводим оптимизацию. Количество коек сверхнормативных стало больше трех тысяч. Потому что в Российской Федерации критерии стали жестче. Внедрение новых порядков, новых технологий оказания медицинской помощи уменьшает потребность стационарной помощи. Министр заверил, сокращение коечного фонда резким не будет. Завершить оптимизацию планируют в течение двух лет. В прошлом году объемы стационарной помощи превышали федеральные показатели почти на 20%. То есть стационары были перегружены, а при клинике, наоборот, не добрали в оказании помощи пациентам. В этом году этот перекос сократится до 14%. О переменах в сфере здравоохранения Алексей Чуршин расскажет в программе «Экспертное мнение». Сегодня, сразу после новостей спорта. А мы продолжаем. В канун главного праздника России государственные награды получили лучшие люди республики. Заслуженные ордена и медали им вручил глава республики. Среди награжденных – учителя, врачи, спортсмены, работники культуры и сотрудники полиции. С одним из героев познакомилась Елена Реверчук. На дежурство с двух дня до двух ночи вступают патрульные наряды. Лейтенант Александр Пигалев признается – лето для полицейских. Самый жаркий сезон. Кражи, грабежи, нарушения порядка. Но все равно район знакомый и дома спокойнее, чем в Дагестане, где он недавно нес службу. Такого напряжения нет. Машины не бронированные. Мы без бронежилетов ездим, несем в службу. Только на опасные вызыва мы одеваем бронежилет, где есть угроза жизни. Александр вспоминает, тогда в декабре 2013-го в Буйнакске их патруль заступил на службу и начал проверку транспорта и документов. В машине передвигались члены банды Буйнакской. Остановили, начали проверку, они открыли огонь по нам. У нас в результате один наш товарищ погиб, получив ранение в шею. Все трое были уничтожены. В Ижевске Александра ждала беременная жена. Встретили его уже вдвоем. Она и сын. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного и воинского долга, Александр Пигалев награжден медалью за отвагу. Эмоции зашкаливают. Первое награждение государственное. Все в порядке. Среди награжденных еще шестеро полицейских. Они отмечены медалями за отличие в охране общественного порядка и спасение погибавших. Указом президента России награждены механизаторы, врачи, спортсмены, работники культуры. Убежден, что нашим общим трудом мы сможем сделать большой шаг в развитии республики и всей страны. Сердечно вам спасибо за ваш труд. Почетными знаками, медалями и званиями отметили 24 героя республики. Елена Реверчук, Руслан Нуре Ахметов, телеканал «Моя Удмуртия». Ко Дню России сегодня торжественно вручали паспорта. Получить главный документ так пригласили ребят, которые отличились в учебе, спорте и творчестве. Церемония прошла в музейно-выставочном комплексе имени Калашникова. Специалисты миграционной службы рассказали об истории российского паспорта и ответственности. Получить паспорт в 14 лет – это тоже обязанность неисполнения, которая может обернуться штрафом до 2500 рублей. Впрочем, такое в Удмуртии происходит редко. А вот желающих среди иностранцев получить российский паспорт сегодня более 3500 человек. Около 300 в этом году уже стали гражданами нашей страны. И крайне редко сами россияне отказываются от гражданства. Отказов от российского гражданства за последние 4 года таких заявлений в установленном порядке в наш адрес не поступало. Были заявления, которые подавались гражданами в 92-м, 95-м году. Лица, которые отказались от гражданства в установленном порядке, получили статус лица без гражданства. Но вот из практики за последние 10 лет два гражданина подавали заявление о приеме обратно в их гражданство в Российскую Федерацию. Директор Ижевского цирка поблагодарил премьер-министр России. Специальное письмо от Дмитрия Медведева. Дмитрий Иванов получил сегодня в главной приемной партии «Единая Россия» из рук первого вице-спикера республиканского парламента Светланы Кривелевой. Благодарность пришла за цирковой фестиваль, который, к слову, стал новым брендом Удмуртии. Мне, когда доводится бывать где-то за рубежом, я называю, откуда я называю город Ижевск, говорят, это Чайковский калашников и цирковой фестиваль. Вы знаете, вот такой вот брендинг уже появился хороший. За 8 лет уже 200 тысяч зрителей и сотни артистов стали участниками международного фестиваля циркового искусства. В письме была отмечена особая роль всего коллектива Ижевского цирка за вклад в развитие и сохранение цирковых традиций. В этом году помощь в организации фестиваля оказал депутат Госдумы России от Удмуртии Бекхана Гаев, выделив полмиллиона рублей на проведение праздника. А самые простые жители Удмуртии помогли выздороветь 15-летней девочке из Воткинского района. В прошлом году ей был поставлен тяжелый диагноз. Лечение требовалось срочно, долгое и дорогое. Для многодетной семьи почти неподъемное. Спасти детскую жизнь помогли вы. Сегодня помощи ждут и другие дети. На прием сегодня Марджана идет на ватных ногах. Волнуется. Ей потребовались долгие месяцы лечения, чтобы услышать наконец от доктора эти заветные слова. Ну, все хорошо. Больничный закрытый – это значит, Марджана теперь может вернуться к нормальной жизни. Домой. К родным, друзьям и учебе. Ведь почти два последних года она провела в больнице. Сначала в Москве. Там была серьезная операция по удалению опухоли. А следом новый диагноз. В ее легких завелся грибок. По-научному – аспергиллез. Болезнь, если ее не лечить, поражает легкие в считанные месяцы. Но благодаря вашей щедрости, жизнь этой красивой и очень скромной девушки спасена. На курс лечения вы собрали 147,5 тысяч рублей. Конечно, люди, ради своего ребенка на многое пойдешь. Может, и нашли бы, пришлось бы найти. Просто благодаря телезрителям это для нас как-то легче прошло. Так что большое спасибо вам всем. Спасибо, что есть фонд, который помогает людям. Действительно помогает. Не на словах, как многие просто говорят. В данный момент материально. Эта счастливая история дала надежду 17-летнему Кириллу из Ижевска. У него тот же самый диагноз. Но на лечение требуется больше денег. Случай сложнее. Бороться с инфекцией мешает муковисцидоз. Заболевание генетическое и неизлечимое. Одна категория пациентов, для которых аспергиллез смертельно опасен, это как раз больные муковисцидозом. У них очень вязкий бронхиальный секрет и споры грибов не могут отталяться из бронхиального секрета правильно. Поэтому идет инвазия гриба. Гриб прорастает легкие. Болезнь так не кстати вмешалась в его планы, даже не дав закончить первый курс техникума. А ведь он так мечтал стать веб-дизайнером и создавать сайты. Вот уже два месяца его жизнь ограничена больничными стенами. Лечиться нам надо 9 месяцев, и каждый месяц это 100 и более тысяч. Вот получается лечение в миллион выходит. Без этого лечения просто ребенок в течение нескольких месяцев может погибнуть. В списке бесплатных этого лекарства нет, поэтому Кирилл решил просить помощи у чужих, но неравнодушных людей. Я написал письмо в фонд ЭРМилосердия. Написал свою историю болезнью, как я живу и борюсь с ней. И мне пришел ответ. В фонде ЭРМилосердия сегодня на лечение Кирилла открыт сбор средств. Пополнить копилку вы можете, отправив смс на номер 3116. Текст ЭРА пишется только латиницей. Пробел и сумма, которую готовы пожертвовать с телефона. Пример ЭРА пробел 100. Есть еще способы. Все они указаны на сайте благотворительного фонда ЭРМилосердия. Там же можно перечислить деньги с банковской карты или распечатать квитанции для Сбербанка и Почты России. Анастасия Редько, Илья Дериндяев, телеканал «Моя Удмуртия». И последнее. Завтра в связи с Днем России и Днем Ижевска в столице Удмуртии на улицах, расположенных в центре города, будет ограничено движение транспорта. Подробная информация на сайте Ижевска. А у нас все. Хороших выходных. До свидания. Главный туристический тренд этого года – путешествие по России. Жители Удмуртии тоже готовы отправиться в путешествие по стране. В России. Почему? Люблю я свою родину. Россия очень красивая. Мне кажется, можно туда хоть куда съездить и увидеть такую красоту, которая даже, наверное, намного лучше, чем за границей. Собираюсь работать с студенческими отрядами. И пока еще неизвестно, куда мы поедем. Но будет весело, интересно. Буду звонить домой также. Будем, ну как бы, собираемся выезжать куда-нибудь из Удмуртии, получается, в другие регионы страны. Разговаривать, отправлять фотографии, делиться впечатлениями в социальных сетях – главный запрос путешественников. Поэтому клиенты «Мегафона» все чаще предпочитают линейку «Все включено» со всем комплексом услуг в одном пакете. Новое предложение от компании «Мегафон» облегчит жизнь туристов и сделает их общение комфортным. Опция «Будь как дома» позволит не задумываться о стоимости связи в путешествии по России. Услуги будут по привычным условиям и ценам. Удобно, что не нужно менять свой тариф или подключать сразу несколько опций для разных услуг. Компания «Мегафон» выводит новую услугу «Будь как дома», которая позволяет абонентам в Мурской республике, перемещаясь по территории Российской Федерации, сохраняет единую стоимость звонков, смс и интернета, как в домашней сети, как в домашнем регионе. Это существенно снизит затраты на связь в ромнике по Российской Федерации и позволит сэкономить существенное количество денежных средств. Чтобы подключить опцию и сократить расходы на связь во время путешествий по России, абонентам «Мегафона» достаточно набрать на телефоне команду «звездочка 570 решетка». Стоимость подключения 30 рублей, абонентская плата 12 рублей в сутки. Проверить, действует ли опция в регионе России, куда вы отправляетесь, а также расценки и способы подключения можно на сайте megafon.ru. Продолжение следует...